Всем привет. Спасибо, Саша. Я Дмитрий Кузыров, софтмэр, инженер, менеджер в компании Колеса Групп. Кто такой Сем? Это человек, который управляет несколькими командами. У него в распоряжении более одной команды, скажем так. И у него есть свои тимбеды, которыми он руководит. Поехали. Давайте поближе познакомимся. Я в разработке с 2011 года, в Колеса Групп пришел в 2013, стал тем лидом в 2016 году, ну и с темом стал в 2018. Сначала был в Колесах, потом в 2021 перешел в проект Автойлон. Давайте начнем. О чем будет доклад? Я расскажу о том, как выбрать технологию, например, база данных, пройдемся по базам данных. Покажу примеры, как мы ее используем у себя в проекте. Ну и расскажу, что мы не стали делать. Давайте попробуем похлопать, у кого какая база данных в своем проекте. У кого MySQL? Да не, похлопаем, ну что вы. У кого Postgres? Погромче, да? А кто MongoDB использует? Ну, так себе. А кто кто-нибудь Кассандру использует? Тишина, да? Ну ладно, поехали. Ну и зачем вообще этот такой странный доклад? Да, наверное, немножко кому покажется. Ну, чтобы, наверное, предостряжать молодые компании и помочь им при выборе каких-то технологий, какие-то более осознанно выбирать это все. и как-то более осознанно делать выбор в базах данных, ну и вообще в технологиях. Ну, поехали, начнем. Ну, наверное, один из первых вопросов, который нужно задать себе, решает ли вообще эта база данных проблему или задачу, да? Ну, мы частенько, бывает такое, что выбираем базу данных, потому что она на хайпе, да? Ну, там где-то на конфах они не рассказывают, или где-то там вы постик прочитали клевый, или там коллеги ваши часто они рассказывают, говорят, и вы, короче, решили ее взять, ну, типа, давайте попробуем. Ну, в первую очередь надо просто зайти к ним на сайт производителя и почитать, вообще советуют ли они применять эту базу данных в ваших задачах, предлагают ли они использовать ее в таких юзкейсах, ну, предлагают вообще, ну, или решают она вашу проблему. То есть заходим к ним на сайте, у многих таких производителей есть такая страничка с указыванием, для чего она лучше применяется и что лучше делать с ней. Также нужно понять, что нужно решать ли она проблему вашу, понять, как она будет масштабироваться, и нужна ли вам вообще в вашем проекте масштабирование базы данных. Ну, нужно, чтобы понять, нужна ли масштабирование, нужно определиться, нужно определить ваш трафик на эту базу данных. Как это делается? Ну, у каждого проекта, сайта, есть, наверное, понятие, какая у них аудитория, и, ну, вы понимаете, сколько пользователей к вам заходят. Вы понимаете, какая нагрузка будет приблизительно этот функционал. Вы можете это заранее посчитать, понять свой рост, и нужно ли будет в дальнейшем масштабировать эту базу данных. Также нужно понять, как ее масштабировать, то есть вертикально или горизонтально. Что это такое? Вертикальное масштабирование — это когда вы увеличиваете размер ноды, то есть добавляете памяти, процессорных мощностей. Горизонтальное масштабирование — это когда вы добавляете, увеличиваете количество нод, то есть добавляете еще раз ноды. Также нужно понять, где будет у вас тонкое место, то есть чтение или запись. Как это понять? Ну, допустим, если у вас в вашей базе данных будут лежать новости, и они будут выводиться на главной странице, и каждый пользователь будет заходить и открывать, то это узкое место, то есть чтение. А что такое запись? Ну, это, допустим, если у вас там будет лежать аналитика, и вы будете записывать кучу мелких событий сразу в базу, то есть у вас тонкое место, будет тут запись. То есть чтение там будет раз в неделю аналитиком или менеджером, там он откроет, почитает, и все, на этом закончится. Ну, и можно подумать, вообще не масштабировать, а завести какой-нибудь кэш и не париться с этим. Также, если это какая-то проблема, нужно подумать, а чем плохое текущее решение или какое-то более популярное на рынке. Ну, то есть ваше текущее решение, оно вам упростит какую-то жизнь, если вы его чуть-чуть улучшите, да, и вам не надо будет кучу времени тратить на переезды. Также надо подумать о том, нужна ли вам геораспределенная база данных. Что такое вообще геораспределенная база данных? Ну, наверное, все сейчас об этом слышат. Модное словечко, да. Это когда у вас есть два дата-центра где-то в разных местах, допустим, в Астане, в Алма-Ате, да, и у вас пользователь заходит и в тот дата-центр, и в этот, да, и вам нужно держать и там, и там базу данных. Это геораспределенная. Для того, чтобы понять, какая вообще база данных нужна для геораспределенной, есть такая штука, как кап-теорема. Что она говорит? Что у вас есть три свойства, это согласованность, доступность и устойчивость к распределенности, и что эти свойства не могут быть три сразу, только два из трех. То есть MySQL — это согласованная и доступная, да, Кассандра — это устойчивость к распределенности и доступная, а MongoDB — это вот согласованная и устойчивость к распределенности. Давайте по подробности остановимся на этом. То есть согласованная и доступная — это реляционная база данных, такие MySQL, Postgres, Microsoft SQL, классические базы данных, они к этому относятся. Ну, наверное, именно геораспределенная — это будет MySQL кластер, но мы у нас его не используем, мы используем как бы стандартную реплику, как это у нас работает. То есть у нас есть мастер, мастер у нас есть слейд в двух дата-центрах. Если, допустим, мы теряем связь или с дата-центром первым что-то случается, да, где лежит наш мастер, то у нас как бы данные могут потеряться, актуальность. Нам надо будет ручками там что-то переделать, сделать его мастером, если мы вообще прям потеряем данные. И мы можем читать со слейва, ну, с реплики, и, ну, переехать, да, там, пока при аварии, если это прям взорвался PS или еще чем-то произошло. Если был бы кластер, то при разделении, это, он бы, его нужно вмешательство, то есть он должен быть согласованы, и поэтому как бы при разделении вообще связи он превращается в тыкву-кластер, и поэтому у нас мы его так не используем. Идем дальше. Согласованный и устойчивый к распределению. Это, ну, яркий представитель MongoDB. Ну, он обеспечивает целостность данных и способен работать в условиях распада. То есть если мой скелк-кластер при разделении он превращается в тыкву, то Mongo как бы работает. Как у нас это работает? Ну, приблизительно так. У нас на каждый дата-центр сделаны шарды, и сколько было дата-центров, столько разделяется шардов. В каждом дата-центре лежит один primary и столько же secondary, сколько остальных дата-центров. То есть все данные с других дата-центров в primary сохраняются в secondary с других дата-центров сохраняются в этом primary, и мы можем в одном дата-центре читать, но писать мы только можем в тот дата-центр, где secondary лежит. То есть нам, если приходит запрос сюда, то мы пишем в другой дата-центр. Есть такая проблема с этим походами. Но зато он сохраняет целостность данных. Что будет, если развалится? То пользователь не сможет изменять те данные, которые в primary упал в дата-центре, но может читать их и добавлять в текущий шард новые данные. То есть мы только теряем при потере связи изменения старых данных. Ну, пойдем дальше. И самая, наверное, такая доступная и устойчивая к распределенной базе данных. Она не гарантирует целостности, но она всегда будет доступна у вас, и у вас спокойно реагирует на отключение дата-центра. Мы используем стилу DB. Она основана на Cassandra. У нее тоже кольцевая архитектура. Что это такое? Что у вас куча нодов. В каждом дата-центре может лежать несколько нодов. Если один нод отпалится, в принципе, она распределится и даже не заметит это. Она распределяет по шардам. То есть у нее свои шарды. Шарды равно на каждое ядро. То есть количество шардов это столько, сколько ядер у нод. Что будет, если отключится один дата-центр или развалится? По факту будет так, что мы можем только потерять те данные, которые в этот дата-центр в момент аварии пришли. То есть не успели зареплицироваться на другие. А все остальное, весь функционал будет работать. То есть она такая очень крепкая в этом понимании. А, ну, помимо кап-теоремы есть еще PSA-LC-теорема. По факту она основывается на кап-теореме и расширяет ее, добавляя такое понятие, как время задержки. То есть лотенция. Давайте попробую объяснить. Наверное, это сложно будет все-таки. Ну, вообще советую почитать про нее. Она более подробно объясняет какие-то текущие реалии, как работает сейчас база данных. То есть если у нас есть разделение, то база данных выбирает или доступность, или согласованность. То есть если у нас теряется связь, у нас или данные доступны, или они согласованы. Если разделения нет, то у нас увеличивается время задержки. То есть она выбирает или согласованность, Или быстро отдавать, то есть они могут быть не согласованы, но зато база данных будет очень быстро отдаваться. То есть пока сетевая задержка и данные синхронизируются, они могут различаться, поэтому некоторые базы данных выбирают быструю скорость отдачи, вот типа с лоды B таким относимся. Идем дальше. Дальше вопрос такой, нужны ли вам транзакции и консистентность данных. То есть для каждого функционала это приблизительная штука, которую вам тоже нужно задавать, а нужно ли вам прям такие консистентные данные. Что такое транзакция? Это когда у вас несколько запросов выполняется одним большим действием, то есть они применяются все вместе. Если один запрос не выполнился, то все запросы отменяются. У транзакции есть осид требования. Это та штука, которая гарантирует нам вот эти свойства, то есть атомарность, согласованность, изолированность и надежность. Не все базы данных поддерживают осид требования. Допустим, в MongoDB мультипл документ появилась только с версии 4.2. То есть до этого она только гарантировала с одним документом осид требования, там, с транзакцией, что они выполнялись. Чтобы понять, для чего нужны транзакции, тут есть примерчик. Ну, наверное, классический пример. Когда вы хотите перевести деньги одного пользователя к другому, у вас будет выполнено списание, допустим, но при начислении денег у вас какая-то совершится ошибка, и у вас получится момент, что деньги не вернутся и окажутся в каком-то вакууме, то есть пропадут и не придут ни на второй кабинет, ни упадут в первую. Если будет транзакция, при… Также в такой же ситуации, когда у вас второй запрос обвалился, транзакция отменится и деньги вернутся второму пользователю. Это, ну, такое понимание, как работают транзакции. Ну, первый, наверное, большой вопрос, который нужно задать при выборе каких-то технологий, то есть при выборе базы данных. Рекомендует ли вообще использовать производитель эту базу данных к вашим задачам? То есть нужно ли масштабирование? Чем плохо текущее? Нужна геораспределенная база данных? Ну, и нужны ли транзакции, консистентные данные? Едем дальше. Также нужно задуматься о трудозатратности. Не увеличат ли вообще работу в дальнейшем ваша база данных новая? То есть не усложняются ли запросы? Не сложнее будет вообще работать с ней там? Также как вы будете вводить новых пользователей, ну, новых разработчиков в базу данных, объяснять, то есть, да, какой порог, если это сложная база данных, то возможно, что, ну, будет с этим проблемы. Ну, какие есть инструменты, тупо какой-то GUI-инструмент, куда вы можете зайти, быстро делать запросы и какие-то вещи. Это тоже важно, чтобы это было быстро, и если этого не будет, у вас будет это все всегда славнее происходить с работой. Ну, и как потом будете обновлять эту базу данных? Допустим, у нас есть Elasticsearch, и при каждом обновлении это, наверное, такая задача на месяц, типа, переехать на новую версию Elasticsearch, а нам нужно там маппинги переписать, запросы переделать, и всегда это такое немного ожжение вызывает в нижней точке. Еще у нас был опыт, как-то мы попробовали завернуть к нам в проект Foundation. План был простой. Взять FoundationDB, взять такую штуку, как документ layer, и взять все данные из MongoDB и перевести их в FoundationDB. Ну, где-то помучавшись месяц, мы поняли, что FoundationDB, ну, документ layer, очень такой важная вещь, там написано одним человеком, он его не поддерживает, там у него 50 ИСУ и заведено, и никто это как бы не использует особо. Ну, и получается, мы потеряли месяц на это все. Также хороший вопрос, который нужно задать себе. Достаточно ли экспертизы у команды и у админов. То есть не только разработчики будут работать с этой базы данных, также админам надо ее поднять, наладить, какие-то вещи добавить, улучшить. То есть эта проблема тоже на них ложится. Также большой фактор, это, наверное, хорошая понятная документация. У нас был опыт с кликхаусом, ну, вот мне кажется, на нем, ну, на мой опыт, у них не очень документация, да. И мы, когда ее завернули, у нас она долго работала, медленно отдавалась, и, наверное, на всех конференциях про кликхаус слышишь первый вопрос, а почему кликхаус так медленно работает. Ну, как я понял, по сути этим ответам, у них нужно как-то специфически настраивать ноды, и поэтому у нас тоже не получилось. Ну, и не создаст ли бас-фактор? То есть, если у вас нет экспертов, экспертизы у команды, то вы будете один разбираться в этой базе данных. Только возможно, что все остальные поленятся это делать в дальнейшем, и не будет каких-то крупных задач, и вы будете единственным, кто может чинить эти и работать с этой базой данных. Также заранее нужно подумать, как вы будете индексы заводить, кэши в этой базе данных. Ну, и как правильно эксплуатировать. Еще один главный момент, ну, один из моментов, это SQL или CRUD. Это тоже как бы от тиммейтов зависит, кто больше как к чему привык. К SQL-у у кого-то есть куча крутых там уже заготовленных запросов, кто-то привык к руду, да, и ему ближе к коду, что ты, как бы, это похоже на код, и ты легко там манипулируешь, и тебе не нужно переключаться какой-то на другой язык, типа SQL-язык. Да. Ну, и, наверное, последний такой момент, это популярна ли технология в сообществе. Мы, ну, то есть, мы частенько заглядываем на новые базы данных, и мы можем такое, ну, знать, что база данных не популярна, и вы заходите в Google, вбиваете какую-то проблему, ищете, а ответа нету. Вам придется или производителю писать, да, эту базу данных, или искать какие-то вопросы, то есть, это какой-то даунтайм, да, это потеря времени, и вы не сможете быстро там работать с ней, и вам надо будет самим решать, изучать код. А возможно, еще такое будет, что в дальнейшем эту технологию базы данных забросят, и вы просто останетесь из-за разбитого корыта, а вам нужно там кернели обновить, еще что-то сделать, и вы останетесь просто со старой технологией, которую не можете обновить, и вам придется куда-то мигрировать. Как узнать, какую базу данных вообще популярна, не популярна? Есть для этого хороший сайтик, называется db-engines, у нее есть отличная страничка, рейтинг называется. Ну вот, допустим, мы взяли стилу db, она основана на Кассандре, и вот Кассандр популярный, как бы проблемы там с запросами и с чем-то другим мы можем решать поиском, ну типа запросы для Кассандры, да, ну стилу большая компания, которая занимается именно разработкой базы данных, поэтому мы как бы не боимся, что она исчезнет, ее тут нету как бы в топах, она где-то около 50, на 50 месте, но их там очень много. Ну, в принципе все, подытожим, я привел четыре вопроса, ну, вопроса, примера, что нужно себе задать, когда вы делаете, то есть решает ли задачу проблему эта база данных, какая будет дальнейшая трудозатратность и текущая трудозатратность, да, достаточно ли экспертизы у команды, админов, смогут ли они с ней разобраться, ну и популярна вообще технология в сообществе, сможете ли вы дальше с ней работать. Вопросы? Давай. Микрофон есть, да? Тут парень хотел, внимательно слушал, я видел. Окей, привет. Спасибо за доклад. Вот по поводу близости к коду, я здесь, в дальнем углу. Я не вижу тут света. А, бывает, ничего. По поводу близости к коду для разработчиков, ну, а разве ORM не решает эту проблему? Ну, вот в случае, особенно с SQL, разве данных? Ну, тебе не всегда ORM решает твои проблемы. У тебя возникнет такое, что тебе нужно сделать какой-то, ну, допустим, тебя ORM будет создавать сложные запросы, и тебе нужно будет ее упростить, и тебе ее надо будет все равно переписать в дальнейшем. Если ты хочешь, ну, там, performant страницу и улучшить этот запрос, тебе придется, ну, вникать в SQL по-любому. Такого нет, что ты ORM все закрыл и ходишь доволен. Ну, небольшие сайты может быть, а если ну, все равно такой возникнет такой момент, что тебе нужно изучить чуть больше SQL-а, чем ты хотел бы. Спасибо. Ну, да, проблемы, конечно, разного уровня бывают. Понятно, что не все можно решить, но под капотом-то все равно, как бы, SQL, и я про то, что, ну, как бы, если так хочется, чтобы SQL был близок к коду, то, в принципе, Я не говорил, что это плохо, я говорил, что каждый выбирает, как ему удобнее, то есть, круто или SQL. Если тебе нравится SQL, это круто, но ORM все равно не закроет все твои надобности в SQL-е. Мне кажется, это тоже нужно понимать. Все, спасибо. спасибо. Давай. подводный камень, еще раз привет. Был классный доклад, спасибо. Интересует подводный камень, самый интересный при синхронизации геораспределенных баз данных, с чем, допустим, не ожидали столкнуться, и это была очень интересная задача. Ну, у нас как бы опыта много было, мы сколько пытались, тот же Foundation, это было для того, чтобы избавиться, допустим, от Monge, да, и перейти на такую, которая умеет сама как бы распределять, да, попытки были сделать mySkeo-Cluster, и она всегда превращается в тыкву, если, то есть, ну, она связь теряет, и она начинает, короче, плохо себя вести, поэтому, если брать какую-нибудь ссылу, она прям там круто все это делает. У нас есть крутой доклад Дмитрия Власова, в прошлом году он выступал, послушайте, он как раз про ссылу, там, про те факторы, которые вот ты спрашиваешь, про что интересно, он там очень круто это все описывал, я думаю, это вот такой спойлер, посмотри его лучше. Спасибо. Кинотеатр, там место для поцелуев. Так, привет, спасибо, крутой доклад. Вопрос не по базам данных, а скорее по технологиям будет. Вот интересно, как ты подходишь к тому, когда вот эти технологии не оправдывают, не покрывают какие-то из кейсов твои, и ты решаешь делать какую-то свою технологию. Какие вопросы ты себе задаешь, или ваша команда, перед тем, как сделать свое решение? Такой какой-то непонятный вопрос немножко. Ты имеешь в виду, что если нету какой-то технологии, которая бы это покрыла, мы типа свое дело. Блин, таких примеров. Мы делаем что-то, мы допустим, но мы делаем все равно на основе на чем-то, потому что я думаю, что в Open Source много чего можно найти. Тот же Elastic, он столько инструментов, дает, которых нереально покрыть, но мы пытаемся искать, чтобы это могло покрыть, да, и что-то сверху делать. Ну, прям свои такие, которые мы бы в Open Source, наверное, этого у нас мало, поэтому мы, наверное, как бы пытаемся быстро ТТМ там ускорить. Там дальше, да. Очень много вопросов. Еще онлайн сова куча. Круто. Приветствую. У нас есть время. Спасибо за доклад. Коли, мы сегодня говорим о выборе технологий, затронули даже тему падения, допустим, нод базы. Хотелось спросить, на каком этапе и сколько сил вы тратите на то, чтобы пессимистичный, скажем так, сценарий проработать? Ну, составляете ли вы DRP заранее или сначала прогоняете по юзкейсам, по тем задачам, подходит или нет, а о плохом варианте развития событий думаете уже на более поздних этапах внедрения? Ну, в общем, в какой момент и оцениваете ли вы вообще, сколько сил тратите на то, чтобы понять, сложно будет чинить то, что вы внедрили или нет? Ну, мы приходим к админам, они говорят, нет, говно какое-то. Не, ну, я понимаю, да, но всегда обсуждается это, ну, прям такого расчета нету, всегда есть люди, которые, у которых есть какая-то экспертиза, да, мы с ними общаемся, насколько там трудозатратно читаем какие-то, конечно, вещи, какой-то опыт. У нас как-то недавно хотели ядб попробовать, но так и не попробовали, ну, потому что как-то сложно, а в документации, наверное, тоже. Ну, она очень похожа на ссылу дб, в принципе, в своей архитектуре, и поэтому на ней остановились. Ну, сцилла, наверное, была долгая штука, и на ней сложно было, да, но она того стоила. Ясно, спасибо за ответ. В зале больше нету, вопрос? Хорошо, тогда перейдем к онлайн-вопросам. Первый вопрос. Как делаете БК-БД и как проверяете его работоспособность? Блин, тоже к админам больше. Мы, у нас так изолировано, что они все делают, мы просто пользуемся. Но у них, я знаю, что они собирают где-то раз в неделю полные, каждый день промежуточные бэкапы, у них там настроена какая-то прям система, которая это все делает, все красиво, все как надо, ну, очень круто. Я подробности, наверное, не расскажу именно про бэкапы, как они делают, но там все налажено, как они работают, но там, во-первых, у нас виртуал, если у нас база данных на виртуалке лежит, у нас еще сама виртуалка, вот вся виртуальная машина бэкапится раз в день, да, кажется? Да. То есть, если тебе нужно прям базу поднять, они могут поднять рядом базу данных, такую же вот вчерашнюю. То есть, там вообще прям все красиво с этим. Ну, еще, кстати, у нас бэкапы обложены также мониторингом, и там, если что-то происходит не так, то это все видно, всякие алерты прилетают. И говоря, вот молодой человек спрашивал про свои какие-то дописки, вот у нас, например, на Scyl'е там нет возможности было делать бэкапы, и у нас написали свой инструмент для того, чтобы его делать. Ну, не знал об этом. Так, еще вопросы из онлайна. Как отслеживаете медленные запросы в SQL, и чем мониторите время выполнения запроса? Блин, вот медленные запросы, у нас когда-то было такое время, что у нас SQL прям такой был основной базой данных. Это было, наверное, когда я стал TeamVid'ом в 15-16 в 16-ом году мы прям включали вот этот лог slow query, да, там, и смотрели, какие запросы медленные и какие, какие надо получше, улучшить, да. Наверное, там самый топорный. Сейчас у нас Zabig собирает и смотрит, есть ли у него slow запросы, и по графику видно, да, там, в принципе, всегда ровно нету такого. то есть есть мониторинг, и если нужно разобраться, то мы включаем лог. Наверное, стандартные вещи. Спасибо. Следующий вопрос. для чего у вас ставили кликхаус и на какой субэдэ в конце остановились. Я так понял, у вас есть аналитика. У нас есть аналитика, да, у нас много аналитики. Ну, мы кликхаус ставили для аналитики, все правильно. Мы тогда также начитались вот этих статей и решили, что вот будет свое все, И по итогу мы пришли, что у нас BigQuery сейчас в гугле, то есть клауд, туда все заносится. Кликхаус, да, делается для аналитики. Наверное, ответил на вопрос, Да. Расскажите про опыт использования Postgres, Haproxy, Patroni. Как лучше настроить? Postgres мы не используем практически. Мы использовали Postgres, тоже делали мультимастер, пытались с ним делать. У нас сервисы были там небольшие. На BDR мы использовали. Да, мы где-то использовали этот небольшой сервис у нас был. Но тоже были проблемы, тоже он разваливался, у нас небольшой опыт с Postgres. Я так понимаю, там хорошо работает Postgres кластер, когда ты им деньги заносишь. А какие-то open source ресурсы, это тоже когда мы это обсуждали, мы к этой точке зрения пришли. Наверное, больше я ничего рассказать особо не смогу. Кстати, где у нас был Postgres, мы его в итоге убрали потом. Потому что он был чуть ли не единственным Postgres и смысл поддерживать. вот сложно, когда у тебя админы не умеют работать хорошо с Postgres. Не то, что не умеют, не каждый день работают и им сложно с этим забраться. Ну, зоопарк тоже поддерживать никто не хочет. Ну, тут еще вопрос про хапрокси и патроне. Как лучше настроить, мы, наверное, не будем рассказывать. Давайте это еще. Если еще, может, в чате. Ну, хапрокси мы уже как-то ушли от него. У нас в кубернете сейчас балансировка идет. Хорошо, давайте следующий вопрос. А, в оффлайне, да? Давайте в оффлайне. Еще раз. Да, это снова я. Второй вопрос. Затронули как раз недавно тему кастов, или мне, по крайней мере, показалось так. В общем, вопрос такой. Как правильно посчитать стоимость внедрения технологии? Вот вы, допустим, выбрали новую базку. Она, кажется, подходящей. Ну, тот же самый ClickHouse, например. Вот как посчитать, сколько он будет стоить компании? Ну, грубо говоря, он же, типа, бесплатный. Он же open-source. Ну, как бесплатный? У вас время. Да, да, да. Вот я как раз про вот это вот. Ну, я думаю, что, да, какой-то DynamoDB и там где-то в облаках будет круче. В какой-то мере проще, даже дешевле, если сколько вы платите админу, да. Но если вы все равно уже платите админу, наверное, нужно посчитать его время часы, да, сколько он потратит на это. И сколько железа вам купить нужно, наверное. Ну, и время разработки тоже. и потом, каждый раз вам все равно ее нужно поддерживать, апгрейдить, да, если есть проблемы с миграцией, то это тоже накладка, это тоже в бабки, да. Ну, наверное, самый простой способ, да, время работы людей, если это не облачная база, да, которая просто там кликом настраивается. Ну, наверное, ну, как бы, да, так. У нас просто мы прям не считаем деньги в разработке, мы время считаем, сколько мы на нее потратим. спасибо за ответ, всем бы так жить, не думая о костах. Спасибо. В оффлайне больше нету, да? По времени. По времени. Ну, давайте еще один вопрос и все. Человек спрашивает про оптимальное время на пробу новой базы данных. Услышал месяц в докладе, но хватит ли месяца на пробу? Ну, блин, если вы хотите попробовать моя скил, хватит дня, наверное, ее быстро настроить, да. Все зависит от базы данных и как вы хотите. Если это геораспределенная база данных, то, наверное, месяц, там, там, почему месяц был, потому что там был документ layer, и с ним была проблема, чтобы понять, сможем ли мы, не меняя код, вынести данные из Monge и перенести их в Foundation. Вот, наверное, поэтому месяц. А так, наверное, я думаю, неделю-две там потестить нагрузку, как она ведет себя при отключении сети, да, как она, что она будет делать, вот эти вещи все проверить. Вот это, наверное, ну, я думаю, что если люди понимают, там, я сейчас в той же цели есть докер-компост, который ты запускаешь, и ты можешь уже поработать с ней и попробовать, да, там, подключать какой-нибудь образ, повключать какой-нибудь образ, да, вот это проверить, все, как она будет восстанавливаться, уходить, подобавлять новых, я думаю, что это недельки, а если человек понимает, как работает докер, как работает предъявительная база, ему хватит времени.